Давайте зададим себе вопрос, что мне больше приносит удовольствие, когда я говорю комплимент другим или когда я получаю сам комплимент от других? Что я больше люблю, когда слышу хорошие слова по отношению ко мне или когда я обращаюсь к другим и говорю им что-то приятное. Если мне больше удовольствия приносит, когда я слышу комплименты от других по отношению ко мне то это может быть показатель того что у меня недостаточно самоуверенности мне нужно чтобы это подтвердилось от других мне нужно чтобы услышал что-то позитивное других если ко мне подходят и говорят что ты хорошо рисуешь если я знаю что я хорошо рисую тогда это это приятно это хорошо но это не говорит ничего нового я знал об этом но если я не уверен в этом и у меня есть сомнения насчет этого тогда конечно это очень важно услышать других какой-то комплимент поэтому часто если не больше удовольствия у меня от того что я слышу хорошие вещи по отношению ко мне то может быть я недостаточно наполнен сам этим позитивным чувством я нету самоверенности у меня нету уверенности в том что я делаю хорошо а когда я получаю больше удовольствия от того когда я говорю что-то хорошее другим это показатель что это это позитивная энергия она выплескивается наружу это я понимаю насколько важно насколько это может быть счастливым других людей когда им говоришь что-то хорошее сказано что в авто сказал один главный главный фундамент все торы говорит рабя кива этого авто лреха камоха люби ближнего своего как самого себя мы видим два фактора здесь с одной стороны нужно любить самого себя потому что я смогу по-настоящему любить других если у меня уже есть это любовь к саму себе если у меня нет если я сам чувствую что у меня недостаток в этом тогда я не смогу полноценно исполнять эту главную заповедь в торе по отношению к другим в этом мы видим что когда я учился в америке то я это было 20 лет назад то я услышал что-то от раб брак в еще хам берлин что мне в сюжете мне это очень помогал вам он объяснил так что если ко мне подходит кто-то на улице и обращается ко мне и говорит что ты дурак если я обиделся я чувствую себя плохо от этого тогда это показатель как мы сказали что у меня внутри сомнения не сомнения насчет этого и когда я сам сомневаюсь может быть действительно я глупый и и теперь я вижу что снаружи люди об этом узнают они это даже высказывают потому что ко мне тогда это конец на это значит что действительно все теперь все знают об этом но если я внутри считаю себя достаточно умным человеком и ко мне приходит человек и говорит мне такую вещь то это значит что это больше относится к нему потому что это не соответствует истине поэтому если на нас собачка приходит и начинает лаять на или какой-то ребенок кричит какие-то плохие слова по отношению к нам обижаться здесь совершенно не логично тогда это неправильно поэтому если мы наполнены сам микс себя вот этой самоуверенностью и пониманием что кто мы такие и где мы находимся тогда нас на нас гораздо меньше будет влиять то что снаружи другой стороны слышал очень хороший пример что жена обращается к джону вы джон если еще раз я тебе увижу пьяным то ты убираешься отсюда с нами мы кончено больше я тебя в этом доме не вижу джон говорит конечно дорогая больше никогда он обещаю клянусь все что хочет больше никакой пьянок я буду трезвым и так один вечер второй вечер третий вечер уже на четвертый день друзья бар а уже не получается и он возвращается очень поздно еле-еле идет по дороге домой он не смогу спотыкается падает разбивать себе лоб и как бы но насколько бы он не был пьян он знает что дома нужно быть тихо чтобы ни в коем случае жена не увидела что он пьян и он тихонечко заходит домой на носочках вот так вот поднимается наверх тихонечку идет в ванну находит бинт находит пластырь намазывает кремом и наклеивает аккуратненько и все очень очень тихонечко на носочках опять же заходит в спальню ложится и он очень доволен собой что никого не разбудил все тихо уже утром все будет уже не будет никаких следов следа от его пьянки но утром он просыпается от крика его жены что джон джон опять ты напился убирайся отсюда говорит он просыпается и помнит джон же все у него так хорошо получилось и вдруг она кричит что какой пьянка что-то чем ты говоришь она и говорит иди сюда и он просыпается говорит она зовет его в ванну он приходит в ванну и она показывает ему на на зеркало он видит что он наклеил бинт на зеркало на пластыр наклеил на зеркало то что наклеить на себя и речь идет о том что иногда часто что когда мы видим что у нас что-то в нас не так обычно мы это видим на других обычно это гораздо более ярко и это нас обычно вздражает это нас выводится потому что мы видим что у нас есть когда неполноценность о как работать больше над самоуверенностью над всеми собой это мы поговорим позже но что мы хотим в практике начать делать это постараться сказано в пирке вот кто имеет кто считается уважаемым человеком на люди стремятся к чести к уважению это только кто уважает других если научить себя радоваться и получать огромное удовольствие от того что я говорю хорошее другим я дым я грудь комплименты я отмечаю что-то я нахожу вещи которые другие мои близкие 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 не близкие они они делают хорошо они в этом преуспевают видеть получить чтобы не был айнтов не был хороший глаз который видит и отмечает и находит и показывает людям насколько это делать приятно тем что я вижу в них все эти прекрасные вещи в мы можем начать с хотя бы два раза в день на каждый раз постарается это сделать осознанно кому-то подойти кому-то позвонить и рассказать ему какой-то подумать о каком-то комплименте не просто так сказать своей жене что насколько была вкусная еда но не просто спасибо вкусно на выразить это более ярко более детальными на показать насколько я действительно что то что люди делают для меня и просто показать что мы в нашем мире где все как бы живут настолько уже в сами по себе и каждому нужно внимание каждому нужно это очень важно для них чтобы действительно люди относились к ним к как как человеку поэтому каждый постарается два раза в день на это может быть улыбка на на если это человек которую мы не знаем каждому можно подойти начать ему говорить разные комплименты на если это близко это это что-то действительно осознанно два раза в день чтобы я мог идти каждый вечер посмотреть назад и думать о это я сделал и когда мы это научимся мы увидим насколько человек от этого получает огромное удовольствие в пропаган котлер это известнейший русский шива который построил самую большую шиву в америке сейчас там уже больше десяти тысяч человек лейкфуды в уже своей старости у него был шофер который забирал его отвозил его в лейкфуд в нью-джерси в нью-йорк и обратно и один утро в одном утро он он забрал его они едут и вдруг уже в середине пути рыбанга мы должны вернуться и шофер объясняет что мы уже в середине сейчас нужно будет сделать большой объезд связать с моста и я могу позвонить мы можем это как-то по-другому или отвезу вас потом и вернусь нет нет я я должен вернуться сам и сколько он мог его говорить они видят что нужно возвращаться обратно они возвращаются весь этот объезд они приезжают к дому и тут шофер уже говорит что ну сейчас что-то что-то мне нужно принести забрать нет нет я сам и шоферу было очень любопытно поэтому он пошел за расчешивой заработал котлером посмотреть что что-то было так важно и рапан он дошел дом он зашел в гостиную пожелал своей жене а вы гудей чтобы не был хороший день и пошел обратно и шофер который рассказывал на что когда он увидел улыбку а его его супруги супруга вон котлера он понял насколько это было важно а